Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней. Сегодня в эфире «Наше будущее – это их будущее» и наоборот, Амали Астрид. Результат любых переговоров не может распространяться на статус Арцаха и его дальнейшую судьбу давит Бабаян. Историческая крепость Урфа откроется в августе. Азербайджанцы продолжают распространять ненависть. В Греции стала известна программа 20-го фестиваля культуры и природы Монзура. Тайна армянского монастыря Исик-Кули может быть раскрыта. Стартовал 19-й международный кинофестиваль «Золотой априкос». Ассамблея армия Западной Армении и Национальный совет Западной Армении приняли участие в 15 сессии экспертного механизма по правам коренных народов, проводивших в Женеве 4-8 июля 2022 года. Экспертный механизм по правам коренных народов является вспомогательным органом Совета по правам человека, и его рекомендации учитываются этим органом. С этой целью проводятся исследования и обсуждается различные темы во время сессии. В этом году исследования касались договоров соглашений и других конструктивных договоренностей между коренными народами и государствами, включая мирные соглашения и инициативы по применению их конституционное признание. Полное досье Национального совета Западной Армении было направлено ООН, которое официально зарегистрировало исследование, проведенное представителем Национального совета господином Арменаком Апраамяном, которое также взял слово, чтобы рассказать об исследовании. Читайте полный текст, кстати, на нашем официальном сайте. Отношения с соседями должны наладиться, но есть красные линии, которые нельзя нарушить. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. Мы неоднократно говорили, что как урегулирование Арцаха-турецкие отношения, так и переговоры о мирном договоре Армении и Азербайджан не могут распространяться на датус Арцаха и его дальнейшую судьбу, поскольку никакой статус в составе Азербайджана не может обеспечить право, свободу и будущее Арцаха, написал Давид Бабаян. Западная Армения решительно осуждает переговоры, в котором осуждается положение, касающееся Западной Армении. Западная Армения не является частью этих переговоров. Урфа – калибель многих цивилизаций. Один из городов Западной Армении, которое обязательно должно увидеть любителей путешествий. В Урфе есть замок, хранящий следы истории, откуда посетители могут увидеть панораму города. Замок расположен в юго-западной части Урфы на холме. После трех лет раскопок и реставрационных работ замок вновь откроется в августе. Замок состоит из двух частей – внутренней и внешней. Считается, что он был построен в IV веке во время направления царя Абгара, который правил в Урфе. Западная Армения призывает всех пойти посмотреть на великолепное сооружение нашей страны и требует встать на защиту тех территорий, которые все еще находятся под турецкой оккупацией. Заявление посольства Армении в Греции. Видео показано 5 июля азербайджанским телеканалом СБС и распространенное посольством Азербайджана в Греции на греческом языке, касающееся села Махмана Арцаха. Историко-культурного наследия является ничем иным, как попытка экспертов другие страны политики, армянофобии, ненависти. Ставший привычной в Азербайджане село Махмана в Мартакерском районе Арцаха была основана четырьмя греческими шахтерами, которые были понтийскими греками, спасавшись от геноцида. До войны греки и армяне жили здесь бок о бок. Было много армян и греческих семей. Факты вторжения греческо-православной церкви, греческого исторического и культурного наследия также искажены и не соответствуют действительности. В ролике намерен мальчевая царь разрушения азербайджанскими властями другого правительства храма, греческой православной церкви святого Георга в Шуши, которую также посещали греки. В годы геноцида, совершенного турками, были убиты и лишены жизни на родных территориях, как армяне, так и греки, езыды и другие народы, поселившиеся на наших территориях. Мы надеемся, что по этому вопросу состоится международное обсуждение и будет сделана попытка заставить замолчать ложные слухи, распространяемые азербайджанскими властями. Организационный комитет фестиваля культуры и природы Манзуров Западной Армении представил общественности программу 20-го фестиваля, который пройдет 22-го с 4 июля на пресс-конференции в Дерсиме. В течение всего фестиваля будут проводиться танцевальные и музыкальные концерты, организованы выставки картин, будут транслироваться пресс-релизы. Главная тема фестиваля в этом году – «Мы защищаем природу от коррупции, жизнь от грабежа, искусство от запретов». Западная Армения приветствует эти инициативы, направленные на защиту природы. Удивительное загадочное озеро Исик-Куль, имеющее тысячелетию историю, находится в Кыргызстане и скрывает множество тайн. Эти сокровища подобных древностей, памятники материальной духовной культуры, привлекали внимание известных археологов, исследователей еще в 1080-х годах. Однако, самая интересная история связана с поисками армянского монастыря, который, по мнению некоторых специалистов, находится на дне Исик-Куля. Сведения об армянском монастыре впервые опубликовал русский путешественник Семенов Таншанский. Он первым перевел на русский язык записи каталогской карты. Еще одним доказательством существования армянского христианского монастыря в Исик-Куля является книга «Земля памятников патриарха турок», изданная в 2022 году. Армяне создают и распространяют свою культуру не только на своей земле. И это еще раз доказывает, что армяне – древний творческий народ. В Ереване стартовал 19-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос», на котором представлено более 100 фильмов актерского и качественного кино, а также подборка Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В течение фестивальной недели будут представлены лучшие новинки мира кино. Фестиваль открылся показом фильма «Американец» Михаэла Гурджиана. В фестивале также представлены фильмы, посвященные геноциду армян, которые получили большой отклик в обществе. А сейчас музыкальная часть – армянская народная песня. Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром!